В данном видео мы рассмотрим, как строить таблицы в табло. А я работаю на Sample Superstore. Как правило, для того, чтобы построить таблицу, нам нужно вынести наши измерения в ряды для колонки, а меры в текст. Давайте построим какую-нибудь табличку. Я хочу посмотреть информацию по заказам. Для начала я отфильтрую данные, для того, чтобы у меня таблица не была слишком длинная. Возьму только последний месяц в данных, это декабрь 2021 года. Вынесу в ряды Router ID дату заказа. Мне нужна точная дата, дискретная. Далее выносим покупателя, который сделал данный заказ. В каком городе он находится, в каком штате. Кто ответственный менеджер за данный заказ. С какой скидкой данный заказ был сделан, если со скидкой. И на какую сумму. Необходимо поправить формат скидки, для того, чтобы она отображалась в процентах. И мы также можем покрасить ячейки в соответствии с значением в ней, добавив major names, major values в color. Можем сделать ячейку квадратной, покраску квадратной. Ну и необходимо, конечно, сделать разные легенды для наших двух измерений, потому что нелогично красить по одной шкале скидку в процентах и продажи в деньгах, потому что это у нас разные единицы измерения. Мы можем изменить цвета по литру. Ну и, собственно, таким вот образом выглядит стандартная таблица, которая предлагает табло. Мы можем построить табличку другим способом, на мой взгляд, более симпатичным. Для этого я дублирую листок. Здесь мне нужно убрать все лишнее. Вот, я оставила только ID заказа. Далее я создаю пилюлю. В данную пилюльку мы можем навешивать информацию, которая нам нужна. Сюда я хочу, как нашей этой таблице, поместить ID заказа и его дату. Соответственно, ID заказа я перемещаю в лейбл. Дату заказа также в лейбл. Мне нужна точная дата, дискретная. По умолчанию табло предлагает сделать эту ячейку квадратиком. Я хочу ее сделать прозрачной. Для этого я перехожу в shape и делаю прозрачную. Для того, чтобы сделать прозрачную форму, мы должны открыть PowerPoint. Вставить фигуру. Убрать у нее fill. Убрать outline. То есть сделать ее прозрачной. И сохранить данную фигуру как картинку. Данную картинку мы должны переместить в наш табло-репозиторий, для того, чтобы она появилась в табло. И потом можем ее использовать в визуализации. Соответственно, вот. В данную пилюлю я уже переместила order ID и order date. Мне бы также еще хотелось показать, сколько дней осталось от выбранной даты до заказа, или сколько дней уже прошло. Для этого я создаю параметр, который назову дата. По умолчанию здесь current value ставится текущая дата. И далее мне нужно создать вычисляемое поле, которое я назову date.div, разница в днях. И выглядит оно следующим образом. Мне нужно воспользоваться формулой date.div, посмотреть разницу в днях между параметром и между датой заказа. Order date. Ок. Также выношу в label. Здесь немножечко нужно увеличить, потому что уже не вмещается. Мне нужно видеть, к какому заказу соответствует данная информация. Дальше мне нужно создать еще одно поле, которое будет говорить о том, сколько дней осталось для заказа, или сколько-то уже прошло. Соответственно, я его назову left or ago. И оно будет выглядеть следующим образом. Если поле date.div, которое мы сделали, больше нуля, то сколько-то дней уже прошло. То есть заказ был сделан несколько дней назад. Days ago. В противном случае, сколько-то дней осталось. Days left. Ок. Также перемещаем сюда. Так, вижу, что немножечко неправильно. А, здесь не сумма, а dimension. Дискретная. И я вижу, что, например, у меня от 1 декабря до 9, 10 декабря, как будто бы осталось 9 дней. Это не так. Значит, нам нужно здесь исправить. Здесь, наоборот, здесь наоборот у меня days left, здесь ago. Да, вот теперь все верно. Ок. Так, теперь мне нужно поправить label, чтобы он выглядел, как я хочу. И я это сделаю вот так. Order ID и Order Date я сделаю серым цветом. Это оставлю черным и сделаю жирным и чуть больше. Ок. И мне еще нужно избавиться от вот этих минусов. Для этого я иду в формат числа. И убираю вот отсюда минус. Ок. Все. Минусов больше нет. Теперь мы видим, что отображается, сколько дней прошло с даты заказа. Дальше нам нужно отобразить покупателя и, собственно, его местоположение. Я копирую эту пилюльку, зажимая Control. Отсюда убираю все лишнее. Сюда помещаю в label Customer Name. Город, в котором он находится. Он мне уже сюда все поместил. Вот. Ну и, соответственно, штат. Здесь я также настраиваю label, как мне нужно. Я хочу, чтобы у меня Customer Name был жирненьким. А город и штат были менее заметными, серенькими. Отлично. Копирую пилюльку. И здесь я хочу отобразить, с какой скидкой был сделан заказ. Для этого я перемещаю discount в label. Но я хочу, чтобы она была не прозрачная, а, например, круглая. Так, alignment мне нужен по серединке. Отсюда убираю все лишнее, чтобы осталась только скидка. И у скидки я хочу убрать, например, сереньким цветом. А можем раскрасить кругляшки, потому что мы видим, что у нас есть заказы как со скидкой, так и с нулевой скидкой, то есть без скидки. Мы можем их раскрасить по-разному, для того, чтобы сразу бросалось в глаза, какие заказы были сделаны со скидкой, какие без. Для этого я отредактирую здесь легенду, сделаю custom diverging. Так, товары без скидки у меня также останутся серенькими, такими, например, со скидкой, пусть будут розовыми. Так, и мне нужно сделать центр, например, в 0.1. Окей, да, мы видим, что теперь кругляшки покрасились, те, которые со скидкой, у нас розовые, те, которые с нулевой скидкой, у нас серенькие. Я хочу, чтобы у меня скидка была рядом с именем покупателя. Для этого я делаю двойную шкалу. Имя покупателя я сделаю отображение слева. Еще я немножечко добавлю пробел, чтобы они не налегали друг на друга. Окей. И здесь я бы тоже сделала alignment слева. Супер. Дальше. Мне нужно отобразить ответственного менеджера. Для этого я вынесу measure values в пилюлю. Здесь сделаю опять вычисление. Мунимум 0. А все лишнее уберу. Продублирую, нажав Ctrl. Сделаю двойную шкалу. И синхронизирую шкалы. Я хочу, чтобы у меня measure values были не фигурой, а линией. Measure names я отправлю в путь. Здесь аналогично. Вот таким образом теперь у нас выглядит вис. И нам нужно увеличить размер, чтобы получились вот такие линеечки. Здесь тоже. Теперь эти линеечки хочу раскрасить в соответствии с менеджерами. Использование многих цветов визуализации, конечно, не является лучшей практикой. Но если мы посмотрим, то у нас здесь всего 4 менеджера. Поэтому мы будем использовать 4 цвета. И в целом будет удобно просматривать этот отчетик, потому что сразу будет видно, какие заказы принадлежат какому менеджеру. Соответственно, здесь в первой пилюльке я отправляю оригинал менеджера в калор. И здесь сделаю аналогично. Но я хочу, чтобы у меня эти две пилюльки по-разному красились. Поэтому здесь менеджера я немножечко поменяю. Сделаю его минимум. Чтобы у меня были... Две пилюльки красились по-разному. И выберем цвета. Здесь у нас будут темненькие. Пусть будет такой темно-синий. Этот будет такой горчичный. Этот, например, фиолетовый. А этот пусть будет такой зеленый. Окей. А вот этих, соответственно, наоборот, светленькими. Этот менеджер у нас синий. Значит, мы сделаем ему, соответственно, голубенький. Этот желтый. Мы сделаем вот такой. Желтый. Здесь у нас фиолетовый цвет. Мы сделаем вот такой сиреневый. И зелененький. Например, вот такой. Я бы сделала чуть-чуть побольше. Размер, чтобы у нас рамочка была поуже. Так, теперь можно отредактировать шкалу. Сделаем ее от минус 0,5. Нет, это слишком много. От минус 0,05. И до 1,2, например. Супер. И добавим менеджера в лейбл. Так, у нас здесь опять много лишнего в лейбле. Мы оставляем только менеджера. Сделаем его девятым размером, как все остальное. Мне нужно на концах линий. И только в начале. Нужно отцентровать. И добавить здесь пробелчиков, чтобы у нас имя менеджера стало в серединку нашей пилюли. Также немножко лучше сузить табличку, чтобы она не была такой широкой. И здесь я лишнего пробелов наставила. Вот теперь смотрится довольно неплохо. Имя помещается в пилюльке, которую мы сделали. И осталось отобразить сумму заказа. Я копирую пилюлю. И сюда в лейбл выношу продажи. Здесь у нас опять много лишнего. Я оставляю только продажи. Также можно добавить значок доллара, для того, чтобы сразу понимать, что речь идет о деньгах. Ой. Ну, наша табличка почти готова. Нам осталось только немножечко ее подправить. Добавить разделители рядов. Сделать их побледнее. Чтобы это смотрелось чуть симпатичнее. Разделители колонок тоже сделать светленькими. И убрать лишние линии. Убираем order ID, потому что у нас уже здесь отображен. И мы можем скрыть шкалы. Можем мы их на самом деле отредактировать, сделать заголовки. Здесь написать, например, Regional Manager. И получить вот такие заголовки над колонками таблицы. Но я бы их вообще скрыла. Соответственно, скрываем. И получаем вот такую табличку. На мой взгляд, получилось довольно симпатично. В сравнении с такой дефолтной таблицей. Здесь она, во-первых, шире. Здесь мы поместили всю информацию всего лишь в 4 колонки. Можем поиграться с цветами. Я думаю, их уже достаточно на визе. Можем добавить экшены. Например, фильтр для того, чтобы при нажатии на менеджера, у нас в таблице остались только его заказы. И таким образом будет довольно удобно просматривать данную табличку. И смотрится она вполне себе симпатично. Продолжение следует...